Леон, ты уже встречался с нашей командой пару месяцев назад на сборах в Абу-Даби. Сейчас мы рады тебя приветствовать на Газпром-арене. Расскажи о том, как проходит твой сегодняшний день, что ты уже успел сделать, что успел посмотреть. Да, вот успели уже провести автограф-сессию, было очень-очень классно. Собралось очень много моих фанатов, людей, фанатов Зенита в первую очередь. Вот, к сожалению, не со всеми удалось пофоткаться, и очень было обидно уходить оттуда. Но пришлось все-таки матч, надо смотреть. И вот классно, что я когда был на их тренировке в Абу-Даби, посмотрел, как проходят сборы, сейчас я уже вижу полное боевое действие, так скажем, вот, боевой режим. И ребят, конечно, задают уровни, особенно Педру. Педру просто, ну, как и в «Спартаке», когда-то сколько, три гола он забил, сейчас уже один, и только первый тайм, игра обещает быть очень интересной. Расскажи, что за эмоции у болельщиков, как к тебе относятся, что тебе говорили, с чем с тобой делились наши фанаты? — Слушайте, говорили, что молодец, вот, очень-очень приятно, безумно слушаться, что, как говорят, что класс сыграл роль, или приятно, что так остаюсь как добрым, со всеми фоткаюсь. Но для меня это очень важно, сейчас там вот ребята внизу стоят, я тоже сейчас пойду там с ними фоткаться, вот, хочу, попросил, чтобы сейчас их там наверх подняли, некоторых, которые прям ярые такие, горят. Потому что я считаю, что это очень важно. Ну, если бы я там, условно, увидел своего кумира наверху, я бы тоже безумно хотел сфоткаться, я понимаю, какого-то ребятам, вот, ну и все вроде как любят, и очень приятно. — Леон, и вновь возвращаясь на пару месяцев назад, мы заметили, что ты очень много общался и с нашим тренерским штабом, и с игроками. Мы услышали, как к тебе относятся наши болельщики, а что тебе говорили представители нашей команды? — Представители команды говорили, ну что, сказали тоже, что классно сыграл, со всеми игроками пообщался, вот. С Андреем Мостовым тоже очень классный игрок, очень классный парень сам по себе. И, ну, в основном, только хороший, говорят, что хороший сыграл роль, вот, молодец, потому что там не занимаясь ерундой какой-то подобной. — Расскажи про свой визит в Санкт-Петербург в целом, что для тебя означает эта поездка, что для тебя значит наш город? — Наш город означает для меня Розина. У меня здесь, я здесь родился сам, вот, у меня здесь сейчас все, все мои практически близкие, вся моя семья. Я приехал, в первую очередь, как бы, и по рабочим делам, конечно, но еще и видеть со своей семьей, вот, я не видел себя с ними больше, но около полугода, вот, мама не даст соврать. Да, и очень рад, я постоянно, когда, где бы я ни был, приезжаю в Петербург, и даже если я ничего не делаю, просто вот ощущаю, вот, как теплоту у Родины, и очень нравится этот город, все-таки выбрал бы его из любых, там, из миллионов городов только вот Петербург. — Лен, ты уже, как человек, который не в первый раз присутствует на матче, можешь обратиться к нашим болельщикам, кто смотрит сейчас это видео, и, возможно, еще не бывал на трибунах Газпром-арены. Почему здесь круто, почему здесь здорово? Пару слов об атмосфере и о том, почему сюда стоит прийти. — В камеру, наверное, проще бы сказать. Ребят, на самом деле, я искренне советую вам всем приходить на матчи, матчи «Зенита» и в целом матчи футбола, потому что это настоящее искусство, это не только и спорт, это просто очень круто прийти сюда, ощутить всю эту грандиозную атмосферу, празднование, как это проходит, как проходят игры, как проходит матч, увидеть со своими футболистами любыми. И это очень классно. И найти, как минимум, еще и взаимомышленников своих. Можно и подружиться с кем-то. Вот сидите, например, у вас рядом все тоже болельщики, такой, слушай, вот тут тоже «Зенита» болельщик, давай-ка вместе будем дружить. И все. И поэтому это, как минимум, незабываемые эмоции, которые останутся у вас в памяти, а эмоции в жизни – это главное. Поэтому обязательно приходите на матчи «Зенита».